Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Какие кэшбэки и бонусы, оказывается, можно получить. Как не прогадать, Марат. Да, как не прогадать. Ну, давай, наверное, начнем с карт, да? Ну, конечно, с карт, да. Это, прежде всего, такая интересная и большая тема. Интересная, потому что рынок пластиковых карт, конечно, сейчас на подъеме в нашей стране особенно велик. На 2017 год, по статистике, в обращении, у нас у всех россиян на руках, находилось более 286 миллионов карт. При учете того, что население у нас 146 с лишним миллионов, практически по две карты на руках, включая младенцев. Да, это самое интересное. В каждую руку по карте, ну, все логично. Логично-то логично, но есть еще одна интересная статистика, то, что за 2017 год использовались хотя бы один раз только 156 миллионов карт. То есть каждая вторая практически карта, она просто лежит у кого-то дома, может быть, даже не активирована, не распечатана. Это кредитная карта или это дебетовая? В основном, конечно, сейчас большой рынок это дебетовых карт, потому что, ну, меня это очень радует, да, но все-таки это в принудительном таком порядке. Выдаются карты на месте работы студентам, которые получают стипендию. Пенсионеры, пенсионеры, конечно, тоже рады последние два-три года. Получить карточку руки. То, что, да, к ним никто не приходит с наличными деньгами домой, а настоятельно просят прийти в банк, оформить карту, соответственно, и пользоваться ей. Слушай, ну, твои вот отношения экспертные, это вообще нормально, что столько карт лишних получается? Или это какая-то непродуманная история? Ну, не то, что непродуманная, это очень интересная история, когда не потребитель запрашивает какой-то продукт, да, и ему идут навстречу. А получается, что именно как-то сверху, да, навязывается какая-то услуга. Многие считают, что она навязывается, многие недовольны. Особенно пенсионеры, конечно, жаловались первое время, что это им непонятно, неудобно. Но я считаю, что все-таки пластиковые карты – это будущее, точнее, даже настоящее, которым нужно пользоваться, нужно уметь пользоваться и, соответственно, получать все бонусы и выгоды, которые, соответственно, эти карты предоставляют. Хорошо, вот смотри, мы поговорили уже о зарплатных картах, о студенческих, да, которые получают сейчас ребята. Но, как правило, это те карты, где деньги лежат просто... Чаще всего так. Просто лежат, никак они не крутятся. Как под подушкой, просто под электронной. Чаще всего так, да, но физически ты их не ощущаешь, ты их не пересчитываешь перед сном, чтобы там, не знаю, настроиться на какие-то сновидения приятные. Но, тем не менее, да, это дебетовые карты, где просто перечисляются деньги. Просто счет такой есть. Деньги, да, и они чаще всего мертвым грузом... Подъедает инфляция. Да, у вас лежат. Но самое приятное все-таки для меня, как эксперта, да, и имеющего к этому отношение, то, что все-таки, хочешь не хочешь, люди начинают пытаться разобраться, понять, что такое, что это другой принцип, что все-таки, ну, есть такое понятие, как умные деньги, да, в отличие от купюр, это просто деньги. Все-таки пластиковые карты, на мой взгляд, и на взгляд многих экспертов, это все-таки умные деньги, которые имеют ряд плюсов. Нет, во-первых, ряд плюсов, да, то, что ты потерял кошелек с наличными, и шансов, что тебе его вернут, или... Ну да, в разы... Да, в разы меньше, чем все-таки пластиковые карты, которые тоже есть мошеннические, конечно, моменты, мы о них, я думаю, успеем поговорить. Но, тем не менее, если вы потеряли пластиковую карту, если у вас украли, у вас есть все-таки шанс, и он очень большой, да, если вы вовремя все сделаете правильно, да, заблокировать, не дать воспользоваться мошенникам вашим счетом, потому что это, ну, это не физические деньги, это все-таки ключ к вашему счету. Все рецепты в нашем эфире. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». В гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ» финансовый консультант, наш гуру в вопросах денег, обычных и электронных. Вот сегодня мы как раз говорим, как же можно взять пластиковую карту и не только там эти деньги хранить, но и чтобы они приумножались. Попробуйте приумножить, да. Это тоже очень интересно, и именно с пластиковыми картами это все связано, потому что накапливать деньги мы привыкли все-таки, да, депозиты, вклады, то есть ты идешь с определенной суммой в банк, смотришь условия, заключаешь договоры, оставляешь эти деньги там на месяц, три, на год, на три года, и ждешь, соответственно, часа икс, да, когда все-таки эти проценты будут полностью выплачены. Если, все знают, что если ты досрочно, что-то у тебя случилось, не дай бог, да, либо просто понадобились деньги, ты досрочно, если закрываешь такие вклады, то, соответственно, получаешь абсолютный минимум, очень часто это все-таки прописано. Что предлагает пластиковая карта? Те деньги, которые у вас сейчас свободны, это пришла вам стипендия, пенсия, зарплата, и даже если вы полностью к концу месяца ее тратите, да, ну так привыкли, например, то все равно имеет смысл посмотреть, какие условия у вашей пластиковой карты, либо найти себе подходящую, чтобы эти деньги даже в течение этого месяца, и даже учитывая то, что вы каждый день какую-то сумму будете снимать, либо тратить на покупки, чтобы эти деньги все равно работали и приносили вам доход, потому что по пластиковым картам там процент на остаток, если он предусмотрен, он начисляется ежедневно, то есть на сегодняшний день у вас 30 тысяч, банк считает определенный процент на сегодня, а завтра у вас 25 тысяч уже осталось, все равно это тоже будет банк считать, и в конце месяца, соответственно, к вам таким приятным бонусом придется... Кэшбэк. Ну это не кэшбэк, это именно процент на остаток ваших собственных средств, поэтому даже если вы не будете копить, да, а именно тратить всю полную сумму, которую вы получили в течение месяца, то все равно имеет смысл ее подержать на карте чуть-чуть, ну сколько сможете, да. То есть получать, если люди сейчас, наша аудитория заинтересовалась, нужно смотреть, какой процент на остаток, то есть вот так это называется. Да, есть он или нет. Есть он или нет. Да, и если есть, то да, в какой сумме это все, соответственно, происходит. Поэтому это еще один плюс к тому, чтобы даже если у вас есть зарплатная, пенсионная, студенческая карта, которую вам предложили, и она у вас используется только для получения, соответственно, средства, то имеет смысл все-таки узнать по ней дополнительную информацию. Если ничего интересного нет, то, соответственно, поискать что-то интересное для себя. А что получается, ты можешь просто снимать эти деньги, допустим, с зарплатной карты и перекладывать их на другую, да? Можно так физически, можно, смотрите, но если все-таки мы говорим о зарплатных картах или пенсионных, то в принципе законодательством нашим такое рабство не предусмотрено, соответственно, каждый человек может выбирать, на какую карту получать ему стипендию, зарплату, либо пенсию, но если, мы все-таки говорим чаще всего о зарплатных картах, если в договоре у вас в трудовом прописано, что сотрудничает компания только с определенным банком, то, к сожалению, да. Можно, да, снимать абсолютно всю сумму вашей зарплаты и перекладывать физически, можно просто в интернет-банке за два клика или три делать перевод. А он надо с процентом? Бывает с процентом, бывает 10 рублей, бывает бесплатно, это тоже все зависит от банка, поэтому возьмите в руки свои карты, какие у вас есть, и позвоните хотя бы в колл-центр. На оборотной стороне каждой карты телефон колл-центра есть, он часто бесплатный, можно звонить в выходные, круглосуточно. Задавайте вопросы. Не бойтесь, что вы не знаете каких-то терминов, каких-то правил. Просто своим языком у девушки или у молодого человека прямо спрашиваете, вот если я получу 10 тысяч рублей, что мне за это будет, как вы начисляете, а какие у вас есть еще карты, может быть, у этого банка, где зарплатный у вас проект, есть еще какие-то виды карт, и тогда проще будет привязать именно новую карту, которую вы выберете, которая вам выгодна, к вашей зарплате, пенсии, либо стипендии. Друзья, пока вы ждете зарплату, пенсию или стипендию, у нас небольшая пауза, после которой мы продолжим разговор. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Хотите жить богато? У нас сегодня финансовый ликбез. В гостях у «Страны.ФМ» финансовый консультант Марат Сыраев. Мы сегодня говорим о том, как же можно с помощью правильных пластиковых карт становиться чуть-чуть богаче. Может быть, и не чуть-чуть. Да. Как мы поняли, банки между собой конкурируют. И предложений в связи с этим достаточно много. Главное в этом разобраться. Их огромное количество, я бы даже сказал. Да. Вот смотри, про принцип карт мы поняли уже. Дальше есть кэшбэк. Кэшбэк. Самое заветное слово, да, и лакомый кусочек, на который многие ориентируются, когда выбирают карты. Кэшбэк, ну давайте сразу определимся, это вознаграждение за то, что вы совершаете покупки с вашей картой. Такой бонус, процент. Бонус, приятный комплимент от банка, как угодно можете это называть. Чаще всего это деньги физически, то есть... Не баллы, не баллы какие-то. Чаще всего в конце месяца, да, приходят именно рубли. Ну, мы говорим о нашей стране, да, и основная платежная все-таки валюта – это рубль. Есть, можно тоже это назвать кэшбэком, но в виде бонусов, в виде миль. Вот я говорю, баллы какие-то там. Да, это тоже интересно, на самом деле, пугаться этого не стоит, а просто надо определиться с картой. На что вам ориентироваться? Прежде всего, конечно же, берете за месяц все ваши покупки. Ну, можно так не лениться, да, а все-таки вот каждый день, каждую покупку, каждое использование вами физических денег, либо там пластиковая карта, которая у вас есть, просто записывать. Вот я пошел в магазин, я пошел в кино, я пошел в ресторан, я пошел, не знаю, заправил автомобиль. Просто оценить категории, да? И в конце месяца вы посмотрите самую большую вашу статью расходов. И это будет уже ориентир, это будет уже ответ на вопрос, какую карту, в каком направлении, по крайней мере, вам искать. Потому что карт действительно огромное множество, одна интереснее другой. И не стоит даже пугаться, если вы играете в танчики, или просто скачиваете приложение в Google Play, или вы фанат ЦСКА, или вы заправляете свой автомобиль каждый день и не вылезаете из-за руля, или вы ходите в определенный продуктовый магазин, или вы совершаете покупки в интернете тоже там на популярном. И это совсем разные предложения, разные банки. Все, по каждому предложению практически есть предложение у банка, которое вам либо в виде бонуса, либо в виде рублей к вам это все вернется. Поэтому определяйтесь именно с этой точки зрения. И даже если вы пенсионер, вот мы за эфиром немножко эту тему затронули, тоже не стоит отчаиваться. То, что там у меня все стандартно, за это никто платить не будет. Современные банки платят. Есть по названию даже можно ориентироваться, карта пенсионера, которая выдается людям пенсионного возраста, не младше. И там повышенный кэшбэк, вплоть до 10% на аптеки, на продуктовые магазины, абсолютно неважно какие. Что тоже, конечно же, интересно. И людям старшего возраста тоже приятно. Ну да, тут сразу категория меняется. Это круто, что продуктовые аптеки. Даже не подумал бы, что за это могут вращаться деньги. Есть, поэтому определяйтесь с основной статьей расхода у вас или у вашей семьи. И вперед интернет вам выдаст очень много информации. И не обязательно это будет рекламная информация. Вот как банки могут сами выставлять какую-то рекламу, и вы на это попадете, и там, не знаю, неполную информацию получите. Есть уже сайты, которые генерируют все эти предложения. То есть они независимы, они все плюсы и минусы вам распишут. А ты можешь назвать вот сайты эти такие? Банкеру самый знаменитый, например, да. Там можно все найти. Да, все найти. Очень честный портал, очень честная платформа. Отзывы. Там же вы можете подсчитать отзывы о банке. Как обслуживают в отделении, как разговаривает колл-центр. Какие там подводные камни. Это все оценивается, и выставляется рейтинг. И посмотреть еще на рейтинг банка одновременно. И по картам там тоже можно все изучить, да? И по картам там тоже все есть. Мы тоже зависим от чего-то. Реклама сейчас на Стране ФМ. Скоро вернемся. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна ФМ. Друзья, Марат Сыраев, финансовый консультант в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Если у вас есть вопросы к нашему эксперту, оставляйте их в ВКонтакте Страны ФМ. Есть публикация, посвященная визиту у Марата. Ну и, конечно, номер 8909-9281-89-9 смс. Ватсап, вайпер, пишите. Да, тут у нас, на самом деле, есть серия вопросов, и мы вне эфира об этом поговорили, про то, что карты тоже отличаются. Есть разные, ну, как сказать, сегменты. Ну, это статус карты. Статус карты, да, вот статус, правильное слово. Действительно, ну, давайте сразу, наверное, оговорим то, что самые распространенные платежные системы в нашей стране, их в мире насчитывается около 20, по-моему. А в нашей стране это три самые такие распространенные. Это Мастеркард, Виза и Мир. С 2016 года появилась у нас национальная платежная система нашей страны, которая очень интересно себя тоже проявляет. Единственное, все-таки, оговорю сразу, чтобы быть полезным нашим зрителям и слушателям, конечно, я не сомневаюсь, что когда-то мир завоюет весь мир. Пока только страну, да? Но пока, да, эти карты мы можем использовать только внутри нашей страны, поэтому, если вы все-таки соберетесь куда-то отправиться за границу, то все-таки... В Узбекистан, если поехал... Даже в Узбекистан лучше все-таки взять карту с эмблемой Виза либо Мастеркард, потому что с картой Мир вы там воспользоваться пока не сможете, пока можете в Армении воспользоваться. То есть она прям блокируется, да? Там просто не производится платеж. Это для банкоматов и терминалов других стран. Это обычный кусок пластика, который никакой информации не несет. А что касается, вот мы говорим, статус карты? Статус карты, да, это тоже интересный момент. Другие привилегии, да? Если мы определились все-таки с банком, да, благодаря каким-то сайтам в интернете, мы определились с категорией, которую мы выбрали, да, то, что я перечислял, топливные, игровые, фанатские, танчики, все что угодно. Вы все... Боже, даже фанатские карты есть, да? Да, есть очень много всего интересного. Так вот, просто обратите внимание именно на статус карты, потому что чаще всего премиальные карты, они считаются, в принципе, от золотой и выше, да? Ну, очень часто мы все-таки... Если оформляете карты, вы получаете либо золотую, либо платиновую, но есть еще покруче. Ну, есть Тигничер, есть, ну, Black Edition, это все. Разные платежные системы разные. Их сейчас покупают или в зависимости от того, какой вклад ты сразу делаешь? Или как приобретение происходит? Ну, во-первых, они платные. Очень часто все-таки обычные кэшбэковские карты банки предлагают за чисто символические деньги, там, в год обслуживания, там, до тысячи рублей, может быть. Может быть, вообще бесплатно, чаще всего бесплатно. Так, а вот эти Black Edition... Видите, уже от пяти тысяч в год, от десяти тысяч в год, все зависит от того, конечно, какой банк, какую карту вы выбираете. Но тоже стоит посчитать, потому что обычно по премиальным картам больше процентный остаток, по премиальным картам больше кэшбэк, чем по обычным картам. Поэтому, если вы посчитаете, то, может быть, вы поймете, что вам даже выгоднее иметь такие карты. Что самое интересное, у них есть ряд преимуществ уже от мастер-карда, либо от визы. Например, там, премиальные карты, они предоставляют доступ в бизнес-залы, в аэропортах. А-а-а. Да. Как? А ты просто ее показываешь, да, и проходишь. Да, ну, то есть как такая проходка. Да, такая проходка. ВИП-приглашение. Очень интересна служба консьержа. Я, если честно, сам не пользовался, но совсем недавно мне знакомый рассказал, что он в подарок искал кофейное дерево. Кому-то, да. Никак не мог найти, где это купить. И премиальная карта предоставляет у визы и у мастер-карда службу консьержа. И ты звонишь туда по любому вопросу, где бы ты ни находился, в какой точке мира. Ты можешь заказать, забронировать столик в ресторане, где обычно нет этих столов. Ты можешь забронировать через них билеты на какие-то спектакли, либо в театр, который не найдешь. И они тебе еще помогут, да, вот с кофейным деревом. Они тебе пришлют адрес и даже спишут эти деньги и оформят доставку и пришлют тебе все, что нужно. В советское время это называлось по блату достать, а здесь консьерж. По блату, а здесь, да, консьерж. Слушай, ну а получается любой человек может ее приобрести? Любой человек, да. Если он будет... Просто если готов вот это вот годовое обслуживание, платите больше. Годовое обслуживание, да, либо там какие-то условия, которые тоже можно узнать сразу же у любого консультанта, позвонив по телефону, посмотрев в интернете. Может быть, там определенный оборот должен быть по карте, да, там, например, покупки от 20 тысяч в месяц. Потому что... Где-то это есть, где-то нет, поэтому... Ну, для семьи 20 тысяч, например, в Москве это можно запустить. Да, это тоже верно, поэтому посмотрите, посчитайте, и даже если вам придется платить там 5 или 10 тысяч в год, то, может быть, вам это все покроет, и частые полеты. Что самое интересное, еще часто за границей вы застрахованы по премиарному карту. Благодаря вот этому, да? Да, да. О, то есть тебе на страховку не нужно даже уже думать об этом, не то что тратится. Да, очень часто люди пользуются, и при выезде за границу сами что-то оформляют, ищут в последний момент, да, а здесь уже по умолчанию ты, как держатель премиальной карты, застрахованы за границей. Просто почему я спросила про то, что любой ли человек может оформить себе эту премиальную карту? Бывало, раньше повышал, ты банк сам тебе предлагал, вот если ты долго с ними, бывало такой звонок от служащих банков. Если вы ей активно пользуетесь, она у вас не лежит без дела, вообще не активированная, либо вы только снимаете деньги, а просто ей пользуетесь и расплачиваетесь, конечно, банк пойдет к вам на встречу, ему это тоже выгодно. И почему бы выгоду для банка не совместить с выгодой для себя и согласиться на такие условия. Ну, это интересно. У нас сейчас небольшая пауза, к черту гордость называется песня. К черту эту гордость, узнавайте о деньгах. Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. У телерадиоканала Страна.ФМ финансовый консультант, наш эксперт. Мы уже добрались от простых карт к премиальным, но и тем, и другим могут угрожать мошенники. И как же себя обезопасить? Да, это тоже большая интересная тема, потому что чаще всего люди не пользуются картами, которые у них есть, либо не хотят оформлять, потому что они видели в новостях какие-то сообщения о том, что мошенники украли миллионы, миллиарды и прочее. Да, такая проблема существует, но я бы сказал, что она не больше, чем, например, с обычным воровством, карманными какими-то кражами и... Да, и когда разрезают сумки в метро. Физически, да, когда вы теряете деньги. Действительно, у карт есть своя специфика. Прошло уже время, мне кажется, все-таки в Европе, в нашей стране, когда на банкоматы какие-то устройства специальные накладывали, чтобы получить доступ к вашему счету, к пин-коду, либо на терминалах, сейчас это все-таки больше переместилось в интернет, вот эта вся мошенническая история. Но банки, которые тоже заинтересованы в сохранении ваших денег, чтобы вы их тоже не потеряли, не были расстроены, не отказались от услуг этого банка, не отказались от пользования карт вообще, конечно, они и технологии различные разрабатывают, и, не знаю, информируют вас, как себя все-таки обезопасить. Поэтому первое, наверное, что бы я вам порекомендовал, если вы все-таки покупаете в интернете, делаете какие-то покупки часто, либо даже раз в месяц, либо, ну, все-таки завести себе специальную карту для этого. А, специальную карту. Даже можно не идти в отделение, не получать этот кусочек пластика, можно получить, оформить виртуальную карту, то есть ее физически не существует, просто у вас есть в мобильном банке номер этой карты, срок действия, CVV-код, это три цифры на обороте, карты, которые тоже часто запрашивают в интернете для покупок, и все, то есть ее физически не существует, и вы, прежде чем совершить покупку в интернете какую-то, просто переводите эту сумму, не до копейки, конечно, да, ну, хотя бы там, с разницей в 5-10 рублей, на эту карту совершаете покупку, вы можете потом виртуальную карту уничтожить сразу. Можете не беспокоиться за свои там 5-10 рублей, никому это неинтересно, никто ее взломать не будет, но не давать все-таки информацию в интернете, особенно в непроверенных каких-то точках виртуальных, именно о своей любимой, самой, как, богатой, самой накопительной карте. Да, да, да. А, то есть это к тому, что люди все с одной покупают, и если слишком много риска. Да, ленятся, да, и, соответственно, сейчас при оформлении виртуальной карты это несколько секунд, это несколько кликов мышкой, это никуда не надо идти, не стоять в очередях, не ждать, ничего не надо, это все оформляется очень быстро. И очень часто все-таки люди экономят на смс-информировании. Вот, это какая палочка-выручалочка порой. Это палочка-выручалочка, в общем, многие отказываются, потому что очень часто это услуга платная, и люди думают, что 60 рублей, может быть, даже 250 рублей. Зачем оно мне надо? Да, зачем оно мне надо? У меня есть мобильный банк, или я прекрасно знаю, сколько у меня на карте, сколько я потратил. Нет, все-таки, чтобы быть в курсе 24 часа в сутки и оперативно, что происходит с вашим счетом, не экономим на смс-информировании, и при любом подозрительном сообщении о том, что к вашей карте даже совершили покупку, либо снятие, которое вы не совершали, либо даже была какая-то попытка с отказом, например, то это тоже информация приходит. Сразу же обращаемся опять в банк, телефон у вас на оборотной стороне карты, и обязательно при получении его этот телефон забивайте себе в мобильный, чтобы контактный центр вашего банка всегда у вас был под рукой. Для блокировки карты или вообще подозрения для мошенничества вам даже не нужно будет ждать определенного времени, когда освободится оператор. Очень часто там есть пункт меню, заблокировать карту, это без очереди сразу вы попадаете на нужного специалиста, оперативно блокируете и все, что будет. Вот такой вопрос. Очень часто вся информация у нас и приложения банковские находятся в одном телефоне, смартфоне. Насколько эта история опасна вот сейчас? Ну, мы совершаем с помощью Apple Pay, например, какие-то свои покупки. Все хранится вот в одном устройстве. Мы себя подвергаем опасности? Конечно, мы подвергаем себя опасности, но, опять же, что касается Android Pay, Google Pay, Apple Pay, да, вот этих всех историй, банки тоже пытаются и платежные системы себя обезопасить. То есть, когда вы совершаете покупку с помощью мобильного телефона, у вас не в чеке для вас, да, и для торговой точки не отражается ваш настоящий номер карты. Он подставляется заранее на специальный... Там последние циферки, по-моему. И последние циферки тоже не совпадают, да. То есть, это безопасно для нас? Да, это, в принципе, да. Так платежная система пытается все-таки обезопасить себя и нас. Но современный мир, современные технологии, конечно, в телефоне у нас уже очень много информации, конфиденциальной и финансовой и прочее, но, конечно же, нужно следить пароли. К тому, что если украдут телефон, вся ли им доступна информация теперь будет этим мошенникам? Марат, вообще... Хороший вопрос, да. Я просто хотел по поводу паролей еще сказать. Конечно же, не ленимся, блокируем телефоны, у кого есть возможность пальцем, отпечатком пальца. У кого нет возможности, все-таки придумываем какие-то хорошие... Такие пароли. Хорошие... Ну, не обязательно такие пароли, он может быть просто хитрый, да. Потому что чаще всего, чаще всего, это дата и месяц вашего рождения. 1, 2, 3, 4, 5, 4 единицы, либо последние цифры вашего мобильного телефона. То есть люди не... Можно сказать, не заморачиваются. Да, не заморачиваются, да. И, соответственно, очень себя подставляют. Всегда-всегда придумывайте какой-то пароль. Изощреннее так подходить к вопросу. Если вы 5-10 минут потратите, да, то вы придумаете без проблем 4 каких-то цифр, которые вы никогда не забудете, но которые известны только вам. И нет этой информации ни в вашем паспорте, ни в вашем мобильном телефоне, ни в вашем адресе, ни в индексе, там, что мы любим обычно по пароли. День рождения Тимати, понимаешь? Или Александра Сергеевича Пушкина. У каждого свое. Можно. Если вы сами не Тимати, да. Я не родился с ним в один день, да. Да, то можно, конечно. Марат, спасибо тебе огромное. Но у меня столько вопросов осталось, безумно интересно. Мы тебя еще приглашаем. Ну, придем еще раз, я думаю. Да, с удовольствием. Марат Сарай, финансовый консультант у нас был. На стране ФМ мы пошли оформлять карты. Смотрите, слушайте страну ФМ и богатеете. Спасибо, Марат. До новых встреч. Спасибо вам.